Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как видно и слышно меня. Поставьте плюсики, если звук и видео уже идёт. Отлично, замечательно. Приветствую вас сегодня на школе нового партнёра. Сегодня мы с вами будем разбираться в теме введения в рекрутинг. Что же такое рекрутинг за понятие, что он из себя представляет? Скажите, пожалуйста, есть ли в чате у нас сегодня новички. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто первый раз на этой теме. Хотелось бы увидеть сейчас реакцию. Хорошо, кто уже посещал тему, поставьте единички, кто был уже на теме. Вижу, сейчас чат оживает. Отлично. Замечательно. Вы молодцы, что пытаетесь послушать других спикеров, разобраться в этой теме ещё раз. Это очень интересная тема. И осознание понятия рекрутинга нас двигает к нашим целям, к нашим мечтам. Итак, рекрутинг, что же он нам даёт? Рекрутинг даёт нам возможность зарабатывать деньги и жить в своё удовольствие. Рекрутинг ведёт нас к получению результата в этом бизнесе. осуществить и даёт нам возможность осуществить свои мечты. О чём вы мечтаете? О путешествиях, о новых домах, о машинах. Это всё поможет вам получить желаемое, вы можете получить это всё желаемое с помощью рекрутинга. Рекрутинг поможет сейчас вновь стартовавшим попасть на первое возможное своё в жизни путешествие, которое предоставляет часть компании, это в Хорватии. Рекрутинг позволит вам побывать на шикарнейшем мероприятии, такой как банкет директоров. Поверьте, это неизгладимые впечатления, которые останутся у вас на всю жизнь. Вы всегда будете вспоминать свой первый банкет директоров, и не только первые последующие. Я хотела бы сказать, как завершают своё выступление наши основатели. Роберт и Йонас Афьёкни, когда выступают на золотых конференциях, они всегда свои выступления заканчивают такими словами «рекрутируем», «рекрутируем» и «рекрутируем». Потому что это движущая сила нашего бизнеса. Итак, что же такое рекрутинг? Рекрутинг, как говорит нам в Випикенде, бизнес-процесс, являющийся одной из основных обязанностей менеджеров или рекрутеров. Подбор персонала – основа совершенно любого бизнеса. Действительно, кадры решают всё. От того, как будет идти бизнес, зависит от уровня кадров, от профессионализма. И этим мы с вами здесь и будем заниматься. Насколько вы овладеете этим методом работы, насколько вы станете успешным рекрутером, и будет зависеть ваш бизнес. И нужно очень много прилагать усилий в этом направлении, узнавать как можно больше о методах работы, о методах проведения собеседований, учиться вашего спонсора, впитывать всевозможную информацию. Когда вы научитесь действительно опирать свою команду звёзд, бриллиантов, ваша команда будет стремительно расти. И, естественно, на пути к этому вы будете повышать свой профессионализм и свой уровень. Нашу работу рекрутером я бы предлагала воспринимать как обычную профессию. Новички, когда приходят в этот бизнес, они не совсем понимают, что такое рекрутинг, и относятся к этому к чему-то как непонятному. И не совсем серьёзно воспринимают это. Может быть, из-за непонимания и недооценивания этого. Я для себя приняла решение, что это такая же профессия. И вообще хочу сказать, что когда люди приходят к нам в сетевой маркетинг, получают здесь очень разностороннее образование. И я бы сказала, даже несколько профессий. И вот одна из этих профессий – это рекрутинг. На самом деле в больших крупных фирмах рекрутеры получают очень хорошие доходы, потому что обеспечивают компанию высококвалифицированными кадрами. И вот давайте же посмотрим, какие же преимущества, когда вы получите, что вам даёт эта профессия. Первое – вы буквально меняете жизнь людей. Это действительно так. Сейчас в чате я вижу, присутствуют у нас директора компании «Арифлейм». Они подтвердят, может быть, пару слов сейчас даже напишут о том, как же их жизнь изменила, что же поменялось в своей жизни с приходом компании «Арифлейм». На самом деле у людей не так много важных событий в жизни. Какие это события? Это женихба, это окончание института, возможно, у кого-то, да? Это рождение ребёнка, покупка нового дома, покупка нового автомобиля. Ну и, конечно же, важное событие, когда человек находит отличную работу на долгое время, на долгосрочную работу, да? Либо каким печальным событием становится, если человек теряет хорошую работу. И какое второе преимущество? Вы сторона дающая. 80% людей не любят свою работу. Это действительно так. Они недовольны заработными платами, возможно. Возможно, недовольны коллективом, в котором они находятся, условиями труда. И, конечно же, практически 100%, я не знаю ни одного такого человека, который бы не хотел зарабатывать больше или получать большие доходы. Даже люди, достаточно обеспеченные, они всегда желают зарабатывать ещё больше, да? Потому что чем больше наши возможности, тем больше наши потребности. И, как правило, они всегда опережают наши возможности. Третье. Вы будете лицом компании. Это тоже очень важная миссия, потому что вы будете напрямую контактировать с вашими кандидатами, с вашими новичками. Вы для них и будете компанией, которую представляете. На вас лежит ответственность, какую информацию вы будете размещать в соцсетях, как вы себя будете позиционировать. Это очень важный момент, и главное об этом никогда не забывать, что вы лицо компании, вы формируете сейчас свой личный бренд. Вот так и будут люди к вам относиться. Такая категория людей на вас и будет идти, как вы себя сможете позиционировать. Следующий пункт. Вы будете благодарны, как ваши партнёры, так и ваши... Вам будут благодарны, как ваши партнёры, так и ваши наставники. Модель бизнеса такова, что когда зарабатывает ваш партнёр, зарабатываете вы, зарабатывает ваш наставник. Здесь абсолютно все довольны этим процессом, довольны этой моделью, в отличие от обычных предприятий. И действительно, когда люди получают результаты, получают свои первые какие-то премии, награды, подарки, банкеты, просто невероятная благодарность наставнику, что он тебе смог донести эту информацию, что смог вселить веру в себя, в компанию, о том, что это действительно стоящее дело. И действительно, ты видишь, как люди тебе благодарны за то, что приняли когда-то это решение, пойти вместе с вами. Следующий пункт, это возможность встречать лучших. Благодаря этому бизнесу вы постоянно будете общаться с новыми людьми. В месяц вы будете контактировать с десятками, а может быть и сотни людей, в зависимости от того, как вы хотите быстро строить ваш бизнес. Через вас будут проходить разные люди, разного уровня профессионализма, доходов, разных профессий. Это могут быть очень интересные люди. Также вы будете общаться в нашей команде с успешными лидерами, перенимать их опыт, тем более, что, как вы уже могли знать, мы здесь опытом и навыками делимся бесплатно, мы здесь на этом не зарабатываем. Вы сможете быть в кругу успешных и сами учиться быть успешными. Свобода и контроль. Ну, конечно же, над вами не будет начальника. Мы в этом бизнесе с вами здесь партнеры. Отношения у нас партнерские. Только вы будете решать, сколько вы будете работать, кого вы будете приглашать, что и когда делать. Это все от вашей будет ответственность. Вас никто не может заставить. Это ваш бизнес, и вам только принимать решение, сколько вы будете посвящать времени этому бизнесу. Возможно, здесь есть и плюс, и минус. В основном люди, конечно же, привыкли, что над ними осуществляется контроль начальниками, директорами. Возможно, кому-то будет тяжело на первых этапах перестроиться. Но поверьте, когда вы почувствуете эту свободу, возвращаться уже в обычную работу, на личном примере приведу, жизнь повернулась так, что пришлось вернуться в обычное, наняться наемным работником. Но поработав небольшое количество времени, я понимаю, что больше этого не произойдет. Это совсем другие ощущения. Быть свободным и самому решать. Быть наемным работником. Следующий пунктик – это постоянное развитие. Это бизнес для тех, кто любит учиться, для тех, кто любит развиваться, кому интересны какие-то новые направления. И действительно, наша сфера, она такая, она живая, она подвижная. Здесь постоянно нужно следить за тенденциями развития каких-то маркетинговых направлений, следить за тем, как развиваться, ну, там, соцсети развиваются, получать новые навыки, приобретать, как я уже говорила, новые профессии. Это очень интересный бизнес, ведь здесь никогда не бывает скучно. Ты постоянно находишься вот в таком потоке, ты в курсе, всегда на волне, так сказать, в курсе новых каких-то происшествий. Тем более, что хочу добавить, компания «Рифлэйм» – она номер один на рынке стран СНГ, Европы. И действительно, первые самые передовые технологии у компании «Рифлэйм». Все остальные компании смотрят на нас и перенимают эти технологии, смотрят, как мы работаем, и пытаются принять эти навыки. Так что это вообще достойно гордости. Следующий пунктик – это невысокие требования на входе в профессию. Когда вы получали свою профессию, вам что нужно было сначала? Вам необходимо было сначала пройти обучение. Это обучение занимало у вас от 3 до 5 до 6 лет, кто какую профессию получал, так ведь? Затем, ну, для кого-то обучение, если было бесплатно, отлично, но сейчас все больше и больше за обучение приходится оплатить. Вы оплатили свое обучение, потратили 3-5 лет. Пока вы отработаете, так сказать, отобьете эти деньги, пройдет еще лет 5, потому что вначале, когда вы только молодые студенты, получаете диплом, вы маловероятно, что устроитесь на работу с хорошей заработной платой. Все хотят опытных сотрудников. Здесь к вам требования невысокие. От вас что требуется? Это ваше упорство, это ваше желание достигать цели, это ваше трудолюбие. Вот эти качества будут цены, а не ваше образование, не ваш возраст, не ваши навыки. Вы здесь, походу, будете получать и опыт, и учиться, и также работать. Уже буквально через каких-то 2-3 месяца обучения вы сможете уже свой опыт применять на практике и получать результаты. Ну, и, конечно же, быстрый карьерный рост. Мне бы хотелось бы узнать, есть девочки, которые достигли какого-то карьерного роста на обычных работах до Reflame? Сколько вы потратили на это время? Есть кто-то, может поделиться сейчас? Было бы просто интересно. На своем примере скажу, что я, будучи банковским работником, город был небольшой, и как таковой карьерной лестнице построить в самом отделении было невозможно. Ну, в чем карьера была? В росте заработной платы. Так вот, чтобы мне добиться хорошей заработной платы, в банке понадобилось порядка 5 лет потратить, для того, чтобы я стала ведущим специалистом и получала самую высокую заработную плату в своем отделении. 5 лет пришлось потратить в своей жизни для того, чтобы достичь хоть какой-то маломальской карьеры. Здесь сейчас, благодаря онлайн-технологиям, вы получаете, благодаря рекрутированию, вы карьеру можете построить уже за год, уже через год, а кто-то даже, в зависимости от своих навыков и профессиональных возможностей, через 6 месяцев получает хорошие результаты. Ну, в общем, это год точно, вы закрываете звание директора, и уже первая ваша карьера, начало вашей карьеры, скажем так, положено. Вот такие вот причины, по которым эта профессия, она приобретает совсем другой свет, я бы сказала, да, совсем другое значение, и уже, вот как для меня, после понимания таких причин, ты более серьезно будешь относиться к рекрутингу, и не будет как бы такого недоцененного момента, да, в этой системе. Поэтому я вам предлагаю тоже действительно относиться очень-очень ответственно к рекрутированию. С чего же мы начинаем? Конечно же, прежде всего, прежде чем приступать к рекрутингу, нам нужно будет накачать веру. Веру в себя, веру в компанию и веру в продукт. Без вот этих трех составляющих вам очень тяжело будет стартовать, потому что при малейших каких-то возражениях, сомнениях, вас, ну, как в народе говорят, да просто как воробья шахтой собьют, и все, если у вас вот этот треугольник какой-то из стороны не будет. Поэтому что вам для этого надо будет сделать? Как приобрести вот эту крепкую такую веру, да, это, конечно же, посмотреть вебинары. Вебинары разные, и как можно больше. Рекомендуем около 50, ну, какое промежуток времени вы будете смотреть, в зависимости от того, как быстро вы хотите стартовать, да, сколько у вас времени, как быстро вы хотите стартовать. Но когда вы посмотрите вебинары, это же невыдуманная история, это история живых людей, которые получили результаты. У вас появится и в компании вера, и появится вера в себе. Посмотрите вебинары. Обычные люди приходят в этот бизнес, не обязательно бывшие предприниматели или какие-то уже топ-лидеры. Люди разных профессий, разного состояния. Поэтому вы должны понять, что для вас все возможно. И очень важно верить в себя, что у вас все получится. Тем более, что вы эту дорожку протаптываете не одни, вам помогают наставники, вам будут помогать партнеры. Этот путь гораздо, поверьте, легче, чем где бы это ни было. Смотрите вебинары, накачивайте свою веру, присутствуете на школе партнера. Пусть ваша вера, она просто станет, знаете, непоколебимой. А затем, что нам нужно будет сделать? Это выбрать два метода работы. Выберите для себя, как вам, какими методами вы будете работать, какие будут самые комфортные для вас. Сейчас дальше мы о методах поговорим. Проанализируйте себя, свои действия на старте. Как вас пригласили, какое приглашение для вас было, ну, откликалось, откликнулось в душе, на что вы среагировали, что вас зацепило. И откуда пришло сообщение, из какой соцсети, то ли это, что это было, да. То есть, чтобы вы понимали, в принципе, это уже в первый шаг, вы можете действовать точно так же. Ну, конечно же, не начинайте рекрутинг без веры. Личный рекрутинг, он решает все. Это золотая такая фраза в нашем бизнесе. И не надо его надолго откладывать, потому что чем раньше вы начнете рекрутировать, чем раньше вы набьете свои первые шишки, без них никуда, как и везде, собственно говоря, тем быстрее вы получите навыки приглашения людей. И пока вы учитесь, у вас, у каждого, кто здесь присутствует, есть свой наставник. Если вы еще, ваша вера не так сильна, не так выговорились достаточно хорошо, да, у вас есть наставник, приглашайте на наставника. И учитесь, конечно же, не просто приглашайте, а присутствуйте вместе с наставником, учитесь проводить встречи, беседовать с людьми. И чтобы расти, действительно достаточно просто рекрутировать. Причем хочу привести сегодняшний пример. Вот беседовали с новичком. Девочка только вчера оформила страничку и уже сегодня начала общаться, просто, вы знаете, буквально на той информации, самой-самой минимальной, которую она имела. Но уже начала приглашать, уже пригласила первого человека на собеседование. Конечно же, она пригласила его на спонсора. Да, вот даже учитесь и рекрутируйте уже. Вам дается такая возможность, у вас есть наставники, вам есть на кого приглашать. Пока вы учитесь, приглашайте на наставника. Это тоже работает, даже несмотря на то, что вы там еще не получили, не прошли всю школу, не получили всех навыков. Приглашайте людей. Какие вам понадобятся инструменты для работы? Это, конечно же, папки на Google Диске, может быть, на Яндекс Диске. Спросите у вашего спонсора. Я думаю, что практически все спонсоры используют эти инструменты, и у них уже есть какие-то заготовочки. Если вы еще не спрашивали, обязательно поинтересуйтесь, может, вы просто сейчас понаите, что-то делаете. У спонсоров есть все для более легкой и успешной работы для вас. Шаблоны, продающие какие-то письма, возможно, видео на YouTube, где спонсоры проводят собеседование. Посмотрите эти видео обязательно, и пусть они у вас будут где-то рядышком под рукой, в закладочке, чтобы вы всегда быстро могли их найти. Какие-то сайты для... Не сайты, блоги у нас есть. Для работы с возражениями обязательно они у вас тоже должны всегда быть рядышком, пока вы наработаете собственную базу, собственный опыт работы с возражениями. Продающие посты, заготовьте, почитайте, посмотрите, что пишут лидеры нашей команды, посмотрите, что пишут вообще сетевики MLM, почитайте, какие посты тоже будут вам понятны, и вы сможете их транслировать. Делайте такие заготовочки. Порепетируйте собеседование голосом, обязательно возьмите тоже шаблончик, возможно, текста для начала. Запишите себя сами на видео, либо на диктофон, послушайте себя, как вы звучите со стороны. Начинайте уже репетировать, даже не откладывайте это на завтра, если вы не проводите еще собеседование самостоятельно. Приступайте к этому, у вас все будет получаться. Конечно же, нужно нам сайт Воронка, это айкумовский сайт, о котором мы уже говорили ранее, чтобы он у вас тоже зарегистрировался, чтобы он у вас был, потому что люди бывают разные, бывают люди, хотят получить информацию голосом. Есть такие категории людей, которым проще и удобнее, скажем так, где-то почитать информацию на сайте, не спешат выходить сразу на реальный контакт, там, видео или звоночек. Пожалуйста, подготовьте тот же сайт, чтобы у вас этот инструмент тоже был рабочий. Видеопрезентации, вебинары онлайн тоже. В YouTube делайте себе папочки, делайте себе закладочки, загружайте туда видео, которое вы будете использовать для работы, чтобы долго не... Если человек просит у вас какое-то видео, чтобы вы долго не искали, а все это у вас было быстро и оперативно, вы могли сработать. Ну и, конечно же, какие-то, может быть, скрины доходов, может быть, скрины вашего спонсора, ролики какие-то короткие, командные и так далее. Вот эти инструменты заготовьте, чтобы ваша работа не протормаживала, быстренько вы могли реагировать на работу с кандидатом. Кого приглашаем? Приглашаем, конечно же, мы ищем партнеров, которые будут дублицировать наши действия. Почему? Потому что, ну, если мы будем приглашать покупателей, он не будет нас вести к росту системы, да? Если человек останется покупать для себя, ну, максимум, что он начнет обслуживать какое-то свое ближайшее окружение, тоже показывать каталог и собирать заказы. Но на самом деле это небольшие доходы. Ваша цель должна быть на партнеров, которые строят бизнес. И этому надо уделять, и таким людям надо уделять больше внимания. Какие же вы доходы получите, если вы будете работать один и приглашать покупателей не большое количество, ну, это может быть 2, ну, 3 тысячи рублей, ну, 5 это потолок, ну, это надо продавать, 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 да? И когда вы начинаете приглашать людей в свою команду, и люди начинают дублицировать вас, когда вы уже в команду приглашаете вдвоем, втроем, вчетвером, ваша команда растет просто в огромной прогрессии. И ваши доходы будут составлять на уровне директора до 50, от 30 до 50 тысяч и далее, и дальше выше, да? Если вы посещали школу суть бизнеса, маркетинг-план для новичка, вы видели, какие премии, какие заработные платы предлагает нам компания. Какие же методы работы у нас есть? Мы рекрутируем с вами на холодном и на теплом рынке. Ну, что это значит? Холодный рынок, теплый рынок. Теплый рынок – это те люди, которые мы знаем, с которыми общались. Это наш список знакомых. Холодный рынок, где мы берем людей, что значит холодный рынок? Это социальные сети, доски, объявления, сайты, трудоустройства. То есть те люди, которые мы не знаем. Это холодный рынок для нас. Значит, что я вам рекомендую? Иногда люди стесняются предложить своим знакомым бизнес. Они хотят сначала, так сказать, попробовать себя с чужими людьми, с незнакомыми людьми, и этот момент оставляют на потом. Я бы вам не рекомендовала это делать, потому что, во-первых, ваши знакомые, они более лояльны к вам, чем чужие люди. Какие-то даже на начальных этапах, когда вы только-только стартуете, что-то, какое-то незнание ваше, может быть, непонимание, они вам это простят. Если вы там слова не так подобрали и так далее, да, ваши знакомые вас поймут. С ними вы даже можете, грубо говоря, на пальцах объясниться, да, если вы досконально еще не знаете маркетинг-планной системы. Поэтому не бойтесь предлагать вашим знакомым. Ваши знакомые более к вам лояльны. И вы как раз получите колоссальный опыт тоже работы с ним. Просто вы посмотрите, кому знакомых вы можете сами поговорить, да, короткую дать информацию. А кого пригласить на вашего спонсора. С кем просто попить чай, кофе и затронуть тему о бизнесе, да. И дальше там, допустим, может быть, придется вам еще раз чай попить с этим человеком. Но этот результат, он будет у вас, результат вы будете получать гораздо быстрее. Почему? Потому что 10 встреч по теплому рынку дадут вам 7-8 регистраций. Из 10 регистраций по теплому рынку вы получите 5 партнеров. Причем это будут партнеры ваши надежные. Вы знаете этих людей, знаете, чего от них ожидать. И вы с ними уже в дружественных отношениях находитесь. Вам не придется выстраивать, тратить время на выстраивание отношений с этими людьми. Вы будете уже непосредственно заниматься по сравнению с этим. Холодный рынок. Регистрации, сколько нужно провести встреч, чтобы получить 1-3 регистрации? Вы видите, 10 встреч. И 10 регистраций дадут 1-2 партнера. Поэтому, пожалуйста, используйте 2 метода. Список знакомых вам даст более быстрый рост. Но без холодного рынка тоже сейчас не обойти. Потому что все-таки 80% приходят людей по холодному рынку. Но быстрый старт вам обеспечит ваш список знакомых. Поэтому используйте, рекомендую вам 2 метода работы. Какие же методы рекрутинга есть у нас? Активные методы и пассивные. Рекрутинг в Генеции на активные и пассивные методы. Пассивные методы – это личный бренд. Это то, что сейчас набирает обороты. Это то, чем сейчас работают ведущие, так сказать, профессионалы сетевого маркетинга, личным брендом. Потому что люди на самом деле хотят видеть, с кем они имеют дело. Если раньше можно было пригласить на компанию, на продукты и так далее, то сейчас люди хотят иметь дело непосредственно с людьми. Понимать, что они себя видят, что они себя представляют. Чтобы люди для них были интересными. Поэтому это сейчас ведущее направление. И постарайтесь в личном бренде узнать как можно больше. Как же сделать так, чтобы действительно вы, так сказать, вы сами для себе приносили доход. Ваша личность была интересна и приносила вам доход. И какие еще активные методы рекрутинга мы используем? Это рассылка сообщений и метод нетворкинга. Что такое нетворкинг? Это знакомство людьми, задруживание, так сказать. Это один из моих тоже любимых методов рекрутирования. Мне он очень нравится. Я себя комфортно в этом методе чувствую, потому что я очень коммуникабельный человек. Я люблю дружить, люблю общаться с людьми. Мне интересно вводить новую знакомство. Поэтому этот метод мне очень нравится сейчас. Что вы делаете? Он очень простой на самом деле и эффективный. Ставьте комментарии, ставьте лайки вашим подписчикам в ленте. Они будут реагировать на это. В основном масса это свои люди вежливые и отвечают взаимностью. Они ответят вам взаимностью, тоже прокомментируют ваши фотографии, поставят вам лайки. Это уже будет служить поводом для того, чтобы завести с ними какой-то разговор. Очень просто заводить разговор. Вы посмотрели ленту человека, он сам вам уже подсказывает, и рассказывает, чем он занимается, что ему ценно, что для него дорого. Побеседовали, оговорили его темы, похвалили его деток, его рукоделие. И все, считаете, что вы знакомы уже с этим человеком. Он уже попадает в список ваших знакомых. И просто достаточно подвести тему к доходам и предложить человеку бизнес. И уже он тоже воспримет вас уже как знакомого, как незнакомого человека. Тем более я в своей ленте постоянно использую слово «друзья». Люди его, посты мои мелькают в ленте. Я постоянно к ним так обращаюсь, они тоже к этому привыкают, и уже, может быть, где-то на каком-то маленьком уровне начинают считать себя друзьями, когда мы уже начинаем вот так вот контактировать. Рекомендуйте метод, я думаю, он вам понравится. Выбираем целевую аудиторию, с кем вы хотите работать, когда мы работаем по холодному рынку. Это тоже очень важно, потому что, если вы правильно выбираете целевую аудиторию, то вам обеспечен больше ответ от людей, с которыми вы будете вести переписку. Почему? Потому что у вас будет с ними совпадать какие-то возраст, ценности будут совпадать, интересы будут совпадать. Вы должны обязательно для себя прорисовать. Я хочу сказать, что это нелегкая такая задача, целевая аудитория, потому что нужно понимать, с кем я хочу работать, с какими людьми буду работать. Это пол, это возраст, семейный статус человека, его финансовое положение, чем занимается, чем увлекается. Вам тогда, когда вы знаете целевую аудиторию, вам будет легче составлять ваши посты писать, составлять контент-план для людей. И своими сообщениями вы будете попадать прямо, сказать так, в душу, в сердце этим людям. Они начнут интересоваться вашей личностью, начнут интересоваться то, чем вы занимаетесь. И это вас, естественно, будет быстрее продвигать к вашим поставленным целям в бизнесе. На что приглашать? Какая категория людей? Какую категорию давайте обсудим людей и на что можно их приглашать? Ну, первая категория – предприниматели. На кого можно приглашать, на что можно приглашать предпринимателей? Это, конечно же, на новую идею в бизнесе, на какие-то сравнительные таблицы, на цифры, на примеры, которые связаны будут конкретно с деньгами и с идеями бизнеса. Маркетинг-план компании – это то, что может привлечь предпринимателей. Если вы выбрали целевую аудиторию для себя предпринимателей, пожалуйста, вот такого плана и сообщения вы должны доносить до этой категории людей. Следующая категория – это наемные работники. Что для них важно? Наемные работники, как правило, люди, которые живут от звонка до звонка по какому-то графику, расписанию, как белки в колесе, которые, ну, если могут позволить себе путешествия, то зачастую, если уж говорить о в общем, да, это в крупных городах, может быть, там наемные работники имеют и неплохие заработные платы, могут позволить себе путешествия. А в общей-то своей массе, в периферии, да, то люди могут позволить только в кредит себе поехать куда-то путешествовать. И что же мы, на что приглашаем такую категорию людей? Это путешествия, свободный образ жизни. Ставим ролики о путешествиях, о наших. В постах пишем о том, какое же у нас прекрасное утро, когда мы с вами никуда не торопимся и не спешим, и мы можем насладиться и утренним ритуалом с чашечкой чая или кофе, насладиться рассветами, закатами, в то время как наемный работник, у него просто жизнь проходит мимо него, да, он не замечает этих вещей, потому что действительно ему надо подчиняться тому графику, в которую, собственно говоря, он сам себя и вгоняет. Следующая категория – это мамочки в декрете. Что для них важно? Я сама сейчас мамочка в декрете, и прохожу эту стадию, так сказать, второй раз, и когда вот ребенок подрастает, это где-то год-полтора, когда он становится более самостоятельным, и у мамы появляется все больше и больше свободного времени, мама начинает понимать, что, как многие мамочки в декретном выпуске, алят-тупеют, не побоюсь этого слова, мамочки так и говорят за время декретного выпуска, потому что все твое внимание сосредоточено на ребенке, да, вся остальная информация, она как будто бы выветривается из головы, потому что материнский инстинкт направлен только на нужды, потребности ребенка. А когда этот инстинкт начинает отступать, ты понимаешь, что в твоей голове мало что осталось, ты ведешь однообразный образ жизни, да, событий происходят каких-то интересных, не так много, тем более, что с маленьким ребенком ты ограничен, ты не можешь куда-то там посещать много каких-то мероприятий, интересных событий, зачастую приходится мамочкам отказывать об этом. Поэтому, с одной стороны, их, конечно, жизнь наполнена радостью, материнство, но, с другой стороны, вы знаете, как две медали, да, хочется уже вернуться в какой-то поток жизни, быть причастной к каким-то таким интересным событиям. Поэтому мамы надо приглашать на саморазвитие, да, потому что за время декретного отпуска они понимают, что они начинают деградировать, приглашать на команду, на общество людей, таких же мамочек показывать, что, если вы мамочка, или такие же мамочки из команды показывают, что они тоже растут, и у них здесь получается зарабатывать, тем более, что доходы тоже мамочек в декрете ограничены. Что мы, какие посты пишем? Можно о доходах говорить, о чеке, на сцена, мероприятия, это тоже, думаю, не оставит их равнодушными. Еще одна категория, приведем пример, это студенты. Ну, на что можно пригласить студентов? Это на бесплатное обучение. Как мы уже говорили, что зачастую сейчас обучение для студентов платное. Причем обучение плюс сразу же стажировка, можно так сказать, да, обучается и тут же получает, ну, стажируется, уже получает какие-то первые результаты. Конечно же, студенты – это активная такая группа людей, да, которые любят, в принципе, в большей массе своей тоже какие-то сообщества, какие-то тусовки, поэтому для них их будут затрагивать фотографии с мероприятий, там есть молодежь, какие-то молодежные движения. Это будет находить отклик в их сердцах, в их душах. И какие же завершения я бы хотела дать рекомендацию по рекрутированию? Это, конечно же, пройти полностью школу новичка. Возможно даже пересмотреть в записи слайды, вебинары и тех наших участников, кто ведет школу новичка, да, у вас просто в голове все выстроится и будет разложено по полочкам, и вы будете уже четко понимать систему от А до Я. Изучить маркетинг-план, познакомиться с продуктами, тем более, что продукты – это наша гордость, они первоклассные, и мы, кто не первый год в компании, в качестве уверены и просто восхищаемся действительно качеством тех продуктов, которые компания нам предоставляет. Понять идею бизнеса, узнать видение спонсора по построению и курсу движения этого бизнеса, потому что, ну, главное, чтобы вы понимали друг друга, двигались в одном русле, да, и, возможно, это бывают новички очень активные, приходят и начинают, может быть, там как-то по своему систему что-то пытаться делать, но, как говорилось в одной книге, 45 татуировок менеджера, да, сначала узнайте систему, выучите эту систему, поймите, как она работает, а потом уже делайте свою систему. Потренироваться с напарником или со спонсором в том, как рассказывать о бизнесе. Обязательно договоритесь спонсором, сколько презентаций он прочитает вместе с вами, вы будете присутствовать на этой встрече и сможете видеть, как вести видеопрезентацию, там, или искать звонки с кандидатами. Затем берите на себя смелость и ответственность проводить самостоятельно, а чтобы спонсор тоже вместе с вами присутствовал для того, чтобы мог вам подсказать, подкорректировать, да, что можно было бы там по-другому, может быть, как-то повести диалог. В принципе, он поможет, даже если где-то вы начнете справляться, подхватит, подскажет и поможет. Обязательно приступайте к таким репетициям, если вы еще не начинали. Когда приглашаете людей, приглашаете людей строить серьезный бизнес, не подрабатывать здесь, не на какую-то халяву, у нас здесь нет халявы, а работать, работать совместно, преодолевать какие-то трудности, какие-то препятствия. Это все будет, и невзгоды какие-то будут, взлетные падения, это все будет. Человек тоже должен это понимать, что это не манна небесная, что по мановению какой-то волшебной палочки здесь ничего не происходит. Такая же работа, как и многие другие. И в ней тоже будут сложности, какие-то камушки преткновения, не нужно будет их научиться проходить. Потому что если вы человеку об этом не скажете, о том, что это обычная работа, причем серьезная работа, то когда он начнет сталкиваться с этими трудностями, он быстро сдуется и скажет, что мне тут говорили, все прекрасно, замечательно, и делать практически ничего не надо. И на этом этапе человек может просто уйти из бизнеса. И, конечно же, чтобы успешно рекрутировать и стартовать людей в этом бизнесе, нужно по-настоящему любить людей. И это не красные слова, это действительно так. Вам придется разделять с ними радости, их успех, их неуспех, проявлять о них заботу, переживать их взлеты и падения, быть вашим партнером, действительно настоящим другом и соратником. Поэтому вот если этого качества в вас нет, вы устанете от такого общения и, возможно, ну просто на каком-то этапе оставить этот бизнес. Поэтому тоже в этом направлении надо развиваться и подумать, действительно ли вы любите людей, действительно ли вы готовы отдавать себя, потому что нам здесь надо будет обучать людей, поддерживать людей. Это очень важное качество, которое вот без этого вы вырастите до директора, но дальше вам будет тяжело двигаться без этого качества. Поэтому обратите на себя внимание и подумайте, насколько сильно вы любите людей. Настолько, чтобы вырасти до бриллиантового президента компании Reflame, иметь огромное количество директоров в вашей команде. И все эти люди будут для вас действительно друзьями и соратниками. Ну и в завершение, конечно же, хочу сказать, что личное рекрутирование решает все проблемы. Не ждите ни от кого результата, делайте результат сами. Все в ваших руках. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Благодарю вас за внимание.